В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. Взяли паузу на месяц. Количество поездок по социальной карте может быть пересмотрено по результатам исследований областного Минтранса. О возможных изменениях в работе общественного транспорта расскажем. Каски, жилеты, лопаты и метлы вместо конспектов и целый стадион вместо аудитории. Как и зачем студенты самарских вузов влились в коллектив строителей Самар-арены и что сейчас происходит на площадке. Женщины-руководители, ученые и рабочие в регионе наградили самых заслуженных представительниц прекрасного пола. О тех, кто успевает строить и карьеру, и семью. Наш предпраздничный репортаж. В областном Минтрансе пришли к выводу, что ограничение поездок по социальной карте оправдано. Результаты мониторинга в феврале показали, что установленные лимиты исчерпали лишь 5% льготников, которые пользуются транспортными картами. Впрочем, вопрос с пересмотром количества поездок не закрыт. Исследование продлится еще месяц, после чего в профильном ведомстве окончательно решат, какое число было бы оптимальным. Речь идет и об изменениях некоторых популярных маршрутов. Чтобы добираться до места, можно было без лишних пересадок. И о конкретных механизмах, которые позволят свести к минимуму саму возможность махинации с транспортной картой, как со стороны пассажиров, так и кондукторов. Обо всем по порядку в нашем материале. Сейчас проезд в общественном транспорте в Самарской области стоит 25 рублей. Себестоимость при этом 30 на наземном и 50 в метро. Социальная карта 270 рублей. В региональном Минтрансе подсчитали, что каждая поездка для льготника обходится в 5 рублей 40 копеек. Все остальное перевозчику компенсирует областной бюджет. В прошлом году на это ушло 1 миллиард 300 миллионов. В этом расход увеличили еще на 58 миллионов. Областное проезд, то есть Самарская область, платит выпадающие доходы транспортным организациям из расчета стоимости за проезд. Стоимость проезда, утвержденная главой городской области, составляет 23 рубля, то сейчас на данный момент 25 рублей. То есть разница вот этих 2 рубля мы выплачиваем транспортным организациям. И это ложится как раз на плечи областного бюджета. Ложатся на плечи бюджета и расходы в 300 и даже тысячу поездок, совершенные по одной транспортной карте. После того, как всплыли такие факты, было решено ввести ограничения. Для начала до 50. Аналогичные, кстати, уже в прошлом году начали действовать в Пензе. Там лимит 40 поездок. А в нижнем, там эта цифра составляет 39. С февраля изменения вступили в силу. Параллельно Минтранс начал проводить мониторинг. И вот что выяснилось. Из 940 тысяч льготников пользуется льготник, пользуется транспортным приложением 179 тысяч. Значит, и из них в Самаре 134 тысячи и 33 тысячи в городе Тольятти. Значит, при этом мы проанализировали данную ситуацию и увидели такие цифры. Пользуется всего, значит, свыше 50 поездок. Это 5%. Значит, остальные вместились в то количество, которое, значит, у нас предусмотрено. Как подсчитали в ведомстве, лимит в 50 поездок позволит сэкономить 450 миллионов бюджетных рублей. Эти средства могут быть направлены на помощь в том числе и тем льготникам, которым этого лимита явно не хватает. В среднем же льготники, имеющие право на социальную транспортную карту, в месяц совершают 33 поездки. Правда, с наступлением дачного сезона эта цифра может увеличиться. Мы посмотрим, может быть, как-то соптимизируем подвоз пассажиров вот к этим отправным точкам, чтобы, если есть люди, которым там нужно делать много пересадок на пути вот к этой точке отправления, и если они часто ездят на дачу, чтобы они там либо как-то уместились в этот лимит 50 поездок, либо, может быть, опять же, адресно им там оказать какую-то иную помощь, чтобы они вот не ощутили на себе именно в садово-дачный период, что им этого лимита не хватает. Наиболее популярны среди льготников 21-й, 47-й и 23-й автобусные маршруты, а также трамвайный маршрут номер 13. Сейчас региональный Минтранс вместе с Департаментом транспорта Самара работает над оптимизацией маршрутной сети, что позволит уменьшить число пересадок. А чтобы исключить саму возможность махинации с транспортными картами, как со стороны пассажиров, так и кондукторов, при использовании льготного проездного, в транспорте будут просить предъявить документ, удостоверяющий личность. Также запущена горячая линия. По телефону 260-20-18 просят сообщать обо всех замеченных фактах злоупотребления. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров, Александр Дудко. Новости губернии. Ориентир на социально ответственных граждан. Право получать компенсацию на оплату коммунальных услуг сохранили все, кто имеет льготы. Но если раньше деньги выдавались авансом и без учета нормативы потребления, то сейчас подход по целому ряду причин изменился. Кто получит поддержку, а кто сам лишает себя такого права, расскажет Николай Козлов. Трудовой стаж Эдуарда Соломоновича Дубмана превышает полвека. Практически все это время он работал на заводе аэродромного оборудования. На пенсию вышел главным механиком. У супруги инвалида второй группы стаж немного меньше, но тоже солидный. 30 лет проработала в школе. Общий доход семьи – две пенсии, 29 тысяч рублей. Из них каждый месяц приходится не меньше 13 тысяч тратить на лекарства супруги. И еще около пяти – на коммуналку. Поэтому решение перейти на адресную систему поддержки наиболее нуждающихся семья поддерживает. Вот нам дали, вот когда встречались с Николаем Ивановичем, такие листовки. Тут все разъяснения, все вроде, что сколько получает, про переход на компенсацию услуг. Ну, платишь – получишь. Были такие случаи, что получает компенсацию, а за квартиру не платит. И в нашем доме есть, в моем нашем доме, что не платит за квартиру. Компенсацию получил, а заплатить не обязательно. Раньше меры социальной поддержки предоставляли всем льготникам. При этом никто не проверял, платит их получатель за коммуналку или нет. В сложившихся непростых социально-экономических условиях такое расточительство государству просто не по карману. В конце февраля мы имеем сведения уже из 545 тысяч человек на 507 тысяч. То есть более 90% льготополучателей, по ним мы информацию получили. Что мы увидели? Около 20% льготополучателей являются должниками. Они не выплачивают своевременно, а некоторые длительно не оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Хотя все предыдущие годы они каждый месяц получали от государства для этих нужд помощь. При этом компенсационный принцип сам по себе подразумевает, что осуществляется адресная поддержка людей социально ответственных, которые исправно платят по счетам. Но поскольку порядок начисления новый, для неплательщиков действует переходный период. И если они оперативно погасят долги, то смогут вернуться в список льготополучателей. И даже компенсацию за все месяцы действия нового порядка получить. Николай Козлов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Поспешили на помощь. Студенты помогли строителям стадиона Самара-Арена в уборке. Вооружившись метлами и лопатами, весь день собирали мусор и навозили порядок на всей территории. Вокруг спортобъекта и во внутренних помещениях. Репортаж о том, как прошел трудовой день и что сейчас происходит на стройплощадке, подготовила Виталий Портнов. Город еще спит на улице 7 утра, а студентам самарских вузов уже не терпится оказаться на стадионе Самара-Арена. Не только из-за интереса. Они спешат на помощь строителям. Выходной день стал трудовым. Корунов Данил. Перекличка распределения по группам и сразу в автобусы. Помочь благоустройству объектов чемпионата мира учащиеся самарских вузов предложили губернатор еще в рамках встречи в день студента. Глава региона тогда инициативу поддержал. Наши ребята, студенческие строительные отряды, в основном работают на выезде за пределами области. Мы обратились с просьбой о том, чтобы нас привлекли к чемпионату мира, непосредственно на стадион, инфраструктурные объекты. К нам обратился вице-губернатор Самарской области Фестисов Асан Борисович с просьбой помочь. Недолгий путь и все 200 человек уже на стройплощадке. Этот объект повышенной опасности. Здесь сосредоточено порядка 150 единиц техники, в основном башенные краны. Поэтому перед началом работ инструктаж по технике безопасности. Запрещаем подниматься. Там особо опасная зона. Там стоят леса строителей, там идет монтаж металлоконструкций. Каски, жилеты и фото на память. Возможность побывать на Самарском стадионе уникальная. Хотя некоторые студенты регионального строя отряда уже бывали на подобных масштабных объектах. Алексей Меркуленков был на космодромах Плесецкой и Восточной. Возводил здание инфраструктуры. Если сравнить космодром Восточный и Самара-арену, то эта стройка гораздо масштабнее. Объект сам крупнее, чем любое здание на космодроме. Уже видно достаточно, что здесь даже работает гораздо больше людей, чем там. Пооружившись метлами, лопатами и тачками, в течение дня молодежь собирала мелкий строительный мусор и навозила порядок на всей территории, вокруг арены и во внутренних помещениях. Стадион вообще крутой. Сам раньше занимался футболом. И буду очень гордиться тем, что мой отряд здесь будет работать. Надеемся, что пойдем еще сюда летом. Летом в порядок нужно будет привезти всю прилегающую территорию, включая лесопарковую зону. Студенты уже сейчас рвутся в бой на помощь строителям. Их на Самаро-арене сейчас выше 2300 человек. Работы на стадионе кипят почти без остановки. Уже началась отделка внутренних помещений, идет утепление, продолжается остекление, монтаж вентиляции и вытяжки. На стадионе Самаро-арена продолжается заливка трибун. Полным уходом идет монтаж купола. Напомню, его высота составит 60 метров. Сейчас из 32 консолей 10 собрано полностью, еще 5 в процессе установки. Все работы по металлоконструкциям кровли арены должны завершить к концу весны этого года. А уже летом здесь, в чашу стадиона, начнется обустройство футбольного поля. Объект, согласно проекту, должны построить до конца этого года. А уже в 2018-м здесь пройдет шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа, одна восьмая и четверть финал. Виталий Портнов, Андрей Авдеев, новости губернии. Сегодня юбилей отмечает первая женщина-космонавта. И до сих пор единственная, совершившая одиночный полет вокруг планеты. 80 лет исполнилась Валентине Владимировне Терешковой, легендарной «Чайке». Именно такой позывной был у нее на орбите. Генерал-майор авиации и сейчас ведет активную общественную и государственную деятельность. Она депутат российского парламента. Валентину Владимировну поздравил губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Подчеркнул, что высокий вклад в развитие отечественной космонавтики, огромное личное мужество, активная жизненная позиция Валентина Владимировна Терешковой вызывают самое искреннее восхищение миллионов людей, как в России, так и за рубежом. Он выразил особую признательность за внимание к нашему региону и отметил, что ее визит в Самару в сентябре прошлого года стал поистине знаковым событием для космической столицы России. Лучшие представительницы прекрасной половины губернатор вручил награды самым заслуженным и успешным. В преддверии главного весеннего праздника в театре оперы и балета собрались ученые, медики и рабочие заводов. Без женщин сегодня не обходится ни одна сфера. О тех, кто точно знает, что такое многозадачность и успевает строить карьеру и хранить семейный очаг, наш репортаж. Валентина Васильевна представительница, казалось бы, не женской профессии, газорейщик цеха металлоконструкции. На Сызранский тяжмаш она пришла более 40 лет назад и с тех пор ни разу о решении не пожалела. Говорит, что сейчас в век компьютерных технологий работать гораздо проще, чем раньше. На заводе ей поручают самые сложные детали. Даже мужчины знают справиться. Сегодня Валентине Васильевне присвоено звание заслуженного работника промышленности Самарской области. Я благодарна за все. Все. Я не ожидала даже такого. Какие эмоции сейчас? Как? Будущая приятность какая-то. Поздравляя женщин, губернатор отмечает, в последние годы в области улучшилась демографическая ситуация. В 2015 году был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости в 21 веке. А в 2016 впервые количество детей, рожденных вторыми, превысило количество первенцев. За последние 6 лет в 2 раза стало больше и многодетных семей. Как сказал губернатор, сейчас правительство предпринимает все меры, чтобы помочь тем, кто на самом деле нуждается в поддержке. Так, в этом году на предоставление жилья многодетным молодым семьям направят 571 миллион рублей. И эта сумма еще может увеличиться. Мы сейчас вот анализировали первые два месяца изменения социальной системы, социальной защиты. И выявились там просто такие, скажем, огрехи, я мягко скажу, и такие безобразия, такие нарушения, где мы видим, что за счет наведения порядка, не от того, что у кого-то будет взято и кому-то другому перераспределено, а только из-за наведения порядка, мы примерно 25% у нас освободится денег из этой сферы. Представляете, какие суммы уходили по разным схемам. В ближайших планах создание специального фонда, из которого будут поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главные принципы обновленной системы социальной помощи, адресности и нуждаемость. Продолжат в области и создавать условия для жизни, строить детские сады, школы, поликлиники, спортивные центры. На это пойдут средства, в том числе сэкономленные на управленческом аппарате. Это примерно 3 миллиарда рублей. Сегодня в этом зале представительницы разных отраслей, образования, медицины, сельского хозяйства. Губернатор подчеркивает, каждая из них внесла большой вклад в развитие области. Я расцениваю эту награду как награду всему научно-педагогическому сообществу. Мы все силы отдаем воспитанию молодого подрастающего поколения, поколения специалистов, креативных, молодых, ответственных. И заслуга власти заключается в том, что оно это ценит, поощряет и награждает. Спасибо. Особое поздравление в этот день Евгения Александровне Аршлутовой, единственной в регионе народной учителой СССР, почетный гражданин Самарской области, 1 марта отметила юбилей. Николай Иванович, самая искренняя благодарность за поздравления, за теплые пожелания в связи с моим таким взрослым юбилеем. Я постоянно ощущаю ваше внимание, уважение и заботу. Благодарю вас за это. И в свою очередь, ваш адрес, я хочу пожелать вам удачи и только удачи в выполнении всех решений в дальнейшем развитии Самарской губернии. Как подчеркивает губернатор, в том числе благодаря предстоящему чемпионату мира, область преобразится. В регионе активно строить дороги занимаются благоустройством. Слова искренней признательности за огромный вклад в развитие губернии, города Самары. От всего сердца благодарю вас за ваше трудолюбие и самотверженность, за щедрость сердца и доброту, за верность своему долгу. Праздникам вас! Ольга Павловская, Александр Каракулько. Новости губернии. Поздравления с самым женским праздником принимали сегодня и сотрудницы АвтоВАЗа. Их на заводе в процентном соотношении, кстати, как раз почти половина. В том, что прекрасное, коллеги и руководство даже не сомневаются. В канун 8 марта губернатор вручил областные награды. Фото на память с вазовскими новинками. Их, кстати, активно начали покупать в Москве и Санкт-Петербурге. Есть интерес и у зарубежных клиентов. Это в том числе заслуга работниц автогиганта. Свыше 16 тысяч. Почти 40% от всего коллектива. Наравне с мужчинами, стоят у конвейера, управляют финансами и кадрами. Валентина Новикова связала с заводом всю жизнь. Это ее дизайнерские мысли на протяжении четырех десятилетий воплощались во многих вазовских легковушках. Начиная с пятерки. Бесконечная работа над фейслифтингами, над модернизациями. Причем сохраняя образ. Мы работаем очень тщательно, с другими спешными подразделениями, и с эргономикой, и с безопасностью. И можно сказать, что наши машины по всем показателям европейский уровень достигли. Одно из самых больших по численности предприятий страны переживает непростые времена. Но запас прочности, накопленный за полвека, поддержка властей и акционеров позволяет уверенно смотреть в будущее. Поддержку автопрома оказывает правительство страны. В этом году в федеральном бюджете заложено 50 миллиардов рублей. Продажи вазовских машин растут. В честь 50-летия выпуска первого автомобиля с конвейера завода обновится и автоград. Переселят дороги, построят поликлинику, школы, детские сады, спортивные площадки. Инициатива так отметит юбилей, поддержана президентом. Будущее Тольятти также связано с получением статуса территории опережающего развития. Город должен стать инжиниринговым центром страны. Тольятти будет известнейшим городом не только в стране, но и в мире. Сюда будут снова приезжать люди, но люди уже приезжать сюда будут не стоять у станков, не стоять у станков, а работать в основном мозгами. Инженерная мысль тут должна кипеть, и мы можем обрести абсолютно иной облик, и иное содержание. И это тоже будет зависеть от нас. В преддверии 8 марта губернатор поздравляет заводчанок. Почетное звание заслуженного работника промышленности Самарской области получает и Валентина Новикова. Будущее завода – это современное конкурентное производство. И команда профессионалов, в которой трудится и прекрасная половина автоваза, отмечает его президент Николя Мор. У нас, мужчин, нет сомнений. В команде с вами успех нам обеспечен. Я желаю вам весеннего настроения цветов, улыбок, здоровья, любви, веселья. В завершении встречи всех представительниц прекрасного пола ждал приятный сюрприз. Каждая получила цветы от губернатора. Алена Алешина, Сергей Павлов. Новости губернии. Тольятти. Лучший почтальон страны живет и работает в Сызране. Впервые за историю Самарской почты наша землячка Жанна Зуйкова обошла коллег из других регионов и убедила всех в том, что ее профмастерство коммуникабельности и стрессоустойчивость – вне конкуренции. Развозить корреспонденцию победительница теперь будет на автомобиле. Ключи от «Лады Веста» стали приятным бонусом к почетному званию. Алена Алешина убедилась, чтобы быть почтальоном, нужно иметь крепкие ноги и руки, а еще большое сердце. Утро Жанны Зуйковой начинается в этом почтовом отделении Сызрани. Здесь она получает корреспонденцию. Письма сортируют, если заказные от банков, налоговых, судов и прочих ведомств выписывают извещения о доставке. А еще газеты, кипы, периодики нужно тоже разложить, что называется, по полочкам. И в путь. Ее уже ждут на участке станции «Кашпер». Это примерно пять сотен домов. Каждый адресат за семь лет работы стал как родной. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте, Жанночка. Я газету принесла. Спасибо. Оплата электричества, пенсии, даже доставка продуктов. Неполный список того, чем сегодня занимается почтальон. Любую погоду, какая бы ни была погода, она всегда к нам придет, всегда нас обслуживает, вежливая, всегда спросит, как здоровья. У нас вся улица гордится, что она у нас стала таким, заняла первое место в Москве. В день Жанна Зуйкова проходит около семи километров. И от такой пешей прогулки не устает, напротив. Уже это привычка. Вот если даже не пройду, допустим, по каким-то обстоятельствам, по своей маршруте, то уже как-то чего-то не хватает, нужно обязательно пройти непройденный. А теперь можно еще и ездить. За победу в конкурсе сызранскому почтальону подарили «Ладу Веста». Вещь в хозяйстве нужная, как говорил ее анимационный коллега. «Извините, я почему вредной был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну». «Обрадовалась, Марку точно не знала, какая будет машина». «Вашей работе машина нужна?» «Скорее нет, чем да, потому что я привыкла ходить пешком, и она нужна мне именно для семьи». У Жанны трое детей. Старшая ходит в школу, младшему два года. Семейные променады на речку или за грибами Зуйковы очень любят. И теперь смогут выбираться чаще. Но, конечно, после работы. Ради своих подопечных она даже отказалась от должности начальника почтового отделения. «Я не смогу сидеть на одном месте. Я человек движения, я очень люблю своих людей. Быстро привыкаешь к ним, они становятся не просто клиентами, а родными людьми по-настоящему. Это чувствуешь, и с годами привязываешься сильнее и сильнее». Профессия почтальона постепенно молодеет, говорит Жанна. Современные и энергичные, с новым мышлением, за такими будущее российской почты. И неважно, что писать письма стали меньше. Человека с сумкой за плечом по-прежнему ждут. Особенно в глубинке. Алена Алешина, Тимур Набиев. Новости губернии. Сызрань. Больше новостей на нашем сайте. А у меня пока на этом все. Увидимся.